Слушай, смотрю, так хорошо пообщался с бывшими товарищами. Рад был видеть. Как мне, с ним неплохо общаться, конечно, с Виталичей. С Мишей Осином, конечно, хорошо. Судя по тому, что Виталич был рад видеть табло с твоим изображением, попросил сфоткать. Вы с ним тесно общаетесь? С Виталичем очень тесно. Ну, советы, да, дают по-прежнему? Ну, советы, не советы. У нас всегда с ним на протяжении всего времени, сколько я дальше 10 лет знаю, всегда очень такое теплое отношение. Обидно, что не получилось? Ну, конечно, обидно на последних минутах, там, точку поставили. Ну, три очка уже были близко, но, к сожалению, упустили победу. Ну, ничего, мы в правильном направлении идем, работаем. Я считаю, провели сегодня хорошую игру, ни в чем не уступили, ни в борьбе, ни в чем, да. С Ростовом важно, самое главное, не проиграть борьбу, а вот, все подборы, мы сегодня навязали хорошую борьбу. Может быть и справедливый результат, но нам обиднее, потому что мы вели в счете. Из ворот смотрелось это, что пенальти или нет? Ну, наверное, больше да, все равно он там задел, наверное. Было ощущение, что поставили пенальти. Глебов подходил к тебе, Осипенко, что-то ты говорил. Да, он говорил, да, ну, ребят, спросите, что он говорил, но ничего такого. Ну, я потом, в принципе, я так понял, чуть вспылились, Осипенко, потом померились. Не, 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 никто не вспылил, нет, вообще, нормально. Ну, ты же знаешь, как он бьет? Ну, знаю, ну, так получилось, думал, переиграю, что, я думаю, что чуть подзатрясет, ну, не поменял он все-таки угол, да, Но, так как он пробил, немножко все-таки затрясло. Да, если бы угадал, там, я думаю, точно бы взял. Ну, забил, молодец, то есть справился с нервами. Кажется, в нижнем ты, наконец, обривал какую-то стабильность, уверенность в собственных силах. Я вот сегодня наблюдал, мне кажется, все намного увереннее, чем раньше. Ну, постоянная игровая практика, то есть, в этом, я думаю, залог успеха. Вот, дай бог, будет дальше так продолжаться, самое главное, набирать с команды очки, да, и, как я уже говорил, подальше вот от этой зоны, зоны стыковых матчей, зоны вылета, отодвинуться, да, чтобы было спокойнее, но для этого и работаем. Слушай, спокойнее играть, когда не заставляют ногами, вот, передач? Ну, почему, Михалыч пришел, все равно больше требования, чтобы ногами больше уже разыгрывали, но сегодня просто такая игра была, да, очень много борьбы, никто не хотел уступать, никто не хотел рисковать, но, насколько я сегодня видел, Ростов, Мечта тоже особо не разыгрывал, у вратаря не было ни одной короткой передачи, а тем более в центр, да, когда я знаю эти требования, ни одной короткой передачи вратарь в центр не отдал. Хорошую игру провел, молодец, да, но то, что требуют в Ростове, я знаю, сегодня этого было не сделано, это заслуга большая наша, что мы хорошо прессинговали, хорошо тренерский штаб к игре этой подготовил, да, знал каждый, что делать на футбольном поле. Ну, честно, сегодня тебе было принципиально, сыграть, сейчас, секунду. Андрюх, интервью даю две минуты. Все-все, две минуты сейчас, давай. Да нет, честно, принципиальности никакой нету, да, у меня много друзей очень в Ростове, ну, как вы можете наблюдать, это для меня не принципиальный матч, я выходил на игру с чистым сердцем, у меня ни на кого нету обид, нет никому вопросов, ну, так получилось, что я оказался, да, в другой команде и стараюсь ей приносить максимум пользы. Никита, о чем в раздевалке, о чем в раздевалке говорили, как общались с бывшей командой, может быть, с Максимом перекинулись пару слов. Нет, я в раздевалку не заходил, я вот здесь в коридоре поговорил только с Виталичем, с Мишей Осиновым, с Андреем Николаевичем, помощником Виталичем, чуть-чуть поговорили по игре и так, про житейские моменты. В целом, вот, гол, как бы, да, получается, Максима, и мог быть второй еще, да, то есть, на который удалось вынести, да, то есть, как это вашими глазами происходило, как оцениваете вот такую встречу, да, с бывшей командой? Ну, моими глазами в концовке, конечно, Ростов нас начал давить, тем более после забитого гола они побежали вперед, нечего терять, я думаю, что для них точно этот результат неудовлетворительный, да, для нас тоже мы дома должны побеждать и эти игры забирать, на, там, 15 минут могли бы стоять еще, выбежать в контратаку, но, к сожалению, не получилось. Скажи, пожалуйста, самые обсуждаемые слова недели последние, слова Гущенкова про пиво, что литрушечку можно после матча дать, вот, ты уже давно играешь, что можешь на этот счет сказать? Ну, у меня были разные моменты в карьере, разное отношение к алкоголю, то есть, сейчас я убрал алкоголь из своей жизни, но мне это не помогает, я пробовал это сделать в Ростове в прошлом году, да, вообще убирал алкоголь полностью, чувствовал себя гораздо лучше, нежели с алкоголем, не скажу, что там пиво или еще что-то, даже там 2-3 бутылки пива, ну, для меня, я считаю, там, точно в цикле, в цикле игровом, для меня они на данном этапе карьеры не нужны. Так, а что, пить-то колу и водичку? Да, каждый, что хочет, пускай, кто пьет, кто хочет пить, хоть пускай упьется, это вообще не мое дело. Не, я имею в виду, ну, вот, ты что после, я имею в виду, не алкоголь, а... Не, колу тоже не пью, ну, воду, воду, чай. Еще последний вопрос, много обсуждается, что сейчас футболистам задают вопрос по поводу, сколько они тратят в месяц, и Латушонок сказал, что он, может, мог бы прожить на 30-х. Скажи, пожалуйста, тебе не смешно, когда читаешь такое с учетом уровня зарплат футболистов и бродичей? Ну, каждый сам определяет, ну, может и может, не знаю. А тебе сколько надо? Не знаю, я не хочу про цифры говорить, про цифры со мной уже много было связано, да, и то, что говорили, там, столько чуши и ерунды, даже на это просто не хочу отвечать. Все? Хорошо.